Друзья, всем доброе утро! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Ну что, мы уже дома. Как видите, свет горит. Все хорошо, все прекрасно. Вот. Ну что, давайте будем начинать наш день. Вот. Небо сегодня, как всегда, затянуто. Все хорошо, солнышко не видно, погодка прекрасная. Давайте делать кофеечек, а потом я пойду купаться в ванну. Вот. То есть, важную информацию рассказал. Так. Сходил в душ. Дарья Алексеевна, мне будет сушить голову. Высушишь? Давай, включаем фен. Так. Раз. И сушим. Давай. Молодец. Молодец. Так. Так. Мы с Дашей тут занимаемся, выкладываем пазлы. Есть вот такой очень сложный пазл с котами. Я думаю, и для взрослых. Взрослый его не быстро соберет. Даша уже может их собирать без какой-либо картинки. Видите, здесь нету никаких вспомогательных штук, но только есть контуры нарисованные. И все. Потому что, например, в этом, в Панде, здесь, под этим рисунком, есть тускло нарисованный рисунок. Вон. Черно-белый. Как собирать. А этот Даша уже сама научилась хорошо собирать. Да, Даш? Соберешь сама? Да. Молодец. А еще Даша знает скороговорки. Знаешь скороговорки? Ага. Давай. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап. Повторишь? Ну, да. Давай. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку, грека цап, молодец, полностью рассказала. Давай вот это уберу, чтобы не мешало тебе. А еще сложную повторишь за мной скороговорку, так у тебя, по-моему, детали там упали, вот деталь отвалилась, все. Все, поднял, давай, собирай. Еще повторяю за мной. 33 корабля лавировали, 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 да не выловировали, 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 да не выловировали. Вот, уже сам запинаюсь. Самое интересное, смотрите, в прошлом видео я снимал просвет, и там под видео такие жесткие споры начались, я просто, как сказать, не ожидал, что такое, в принципе, видео такое безобидное идет. Я показал, ну, как бы нас, показал, что вырубили свет на двое суток, и показал, что мы приехали в новую квартиру, что есть классные друзья, которые нас спасли, помогли нам, вот так вот. То есть, в том видео никого не хотел обижать, какие там споры начались, то есть, очень много, как сказать, такая политическая тема какая-то началась. Самое главное, что я же не назвал, в какой стране это произошло, не назвал город, где это произошло, вообще ничего не назвал, потому что, в принципе, как сказать, кого-то там унизить, обидеть, смысла не было в этом ролике, вот так вот. Поэтому, просто, что началось, в личные сообщения мне начали писать очень сообщения с ненормативной лексикой, угрозы начали писать. Мне в этих сообщениях припомнили все, сказали, позоришь родину, еще, я же не скрываю, что я родился в Крыму, еще припомнили, что я из Крыма. Ой, сколько там всего написали, вот такие дела, вот. Ну, это, скажу, регулярно мне такое пишут, вот, поэтому, вот такие дела. Просто я не думал, что вот выключение света, потому что, ну, это может вызвать такую реакцию людей, потому что свет могут вырубить, ну, авария, точнее, скажем, случиться может в любой стране. Какая бы она там супер развитая была, не супер развитая была, то есть это везде происходит, вот. И там такие жесткие споры были, ну, прям вообще какая-то жесть, вот так вот. И я, в принципе, в который раз убеждаю, что, знаете, вот, я раньше не снимал свою, как бы, такую личную жизнь, ну, я больше снимал путешествия. А что-то вот у меня появилось желание поснимать, вот я хожу, там снимаю, чуть ли не каждый день видосы выкладываю, вот. И начинают ко всему придираться, там какие-то выборы у нас, ну, они постоянно происходят. Иду по улице, вон, шел к Илье в кофейню, сзади меня попал какой-то плакат с каким-то там кандидатом в депутаты, и мне там тоже в личные сообщения начали угрозы писать. Вот, ах, ты такой, ты его там, короче, пропагандируешь, короче, там, что только они пишут, вот. А я ж в этом видосе просто рассказывал про кофе. Лавировали, лавировали, да, мы ее с тобой выучим. Вот, хотя я вот был в Египте, там тоже были выборы, и постоянно мелькали эти плакаты, вот в Каир ездило этих кандидатов, куда-то там они там, ну, что-то там выбирали кого-то. Никто про это не написал. Я думаю, может быть, не стоит у нас снимать видосы вот так вот, раз это у людей вызывает такую жесткую критику и просто обиду такую вызывает. Я не буду сюда вставлять скрины вот этих комментариев, которые мне в личные сообщения в Инстаграме пишут. Ну, это просто жесть. Я скажу сразу, что комментарии там на политические темы я стараюсь все удалять. Вот, иногда там, ну, они могут задерживаться, но я стараюсь, если вижу на политику, сразу удаляю, потому что мой канал, ну, политики тут нету. Вот так вот. То есть, и когда какие-то оскорбления, когда кто-то начинает оскорблять других людей, я этих людей блокирую. Вот так вот. То есть, такого не должно быть здесь. Ну, и вообще это по правилам Ютуба, то есть, не должно здесь такого быть. Вот так, вот такие дела. Поэтому давайте уважать друг друга, любить друг друга, вот. Писать друг другу только хорошее. Вот так вот. А я что подумал? Ну, давайте тогда что-то нейтральное будем снимать, потому что сейчас у нас тут локдаун. Давайте приготовим суп с фрикадельками. Там люди писали сообщение под видео, что, я рассказывал, сейчас высотки делают, если дом идет выше 5 этажей, по-моему, без газа. То есть, все на электричестве держится. Это, как бы, вот, многие дома. Ну, как бы, если вдруг происходит какая-то авария, но это происходит очень редко. Но они, ну, как бы, все возможно. То есть, что-то, вот, видите, случилось, и получается, дом полностью становится непригодным для жизни, особенно, когда на улице холод, когда минусовая температура. Вот. У нас выключили, когда плюс 3, когда это двое суток без света, то температура опускается в квартире, воды нету, электричества нету, понятно. То есть, отопления тоже нету. Это как-то не очень классно. Вот так вот. Поэтому, просто вот показал, в какую ситуацию попал Алексей Крылов. И как мы из нее вышли. Поэтому, как многие написали, не имей 100 рублей, а имей хороших друзей, хороших родственников. Вот так вот. Что я вам всем этого и желаю. Такие дела. Ну, что, друзья, будем мы готовить суп с фрикадельками. Надеюсь, тема приготовления супа никого не обидит, не вызовет межнациональных конфликтов. Но, хотя, знаете, как говорил Гарик Бульдог Харламов, вот есть такая категория людей, которая может придолбаться даже к столбу. Вот. Стоит столб на улице и к нему найдут повод, чтобы придолбаться. Вот так вот. Ну, что, давайте будем готовить суп. В принципе, рецепт этого супа очень простой. Даш, ты будешь помогать мне готовить? Здесь, получается, что надо? Примерно полкилограмма фарша. Картошка. Лук. Картошка, лук. Получается, зелень. И сейчас еще морковочку. То есть, все очень просто. Ну, и картошин тут пару штук надо будет. Так. Дарья Алексеевна, перед приготовлением брызгается духами детскими, да, которыми ей... Это кто тебе подарил эти детские духи? Николай. Святой Николай, да? Под подушку тебе принес, да? Вот. Потому что у нас тоже есть духи. Она видит, как мы брызгаемся. И она тоже захотела. Вот. Ей подарили такие детские духи. Нравится, как пахнут? Да? Все. Раз брызнулось и хватит. Все. Молодец. Пойдем готовить. Все. Одевай сверху зайчика, да. Ну, ты туда не ставь. Все, ставим его сюда. К мишке. Так. Ну, вот смотрите. Вот все ингредиенты, которые направляются в три карташина. Одна морковка, одна луковица, зелень и... Хочу морковку есть. Есть? Ну, давай сейчас вторую возьму, и я тебе почищу, и ты будешь есть и со мной вместе готовить. Хорошо? Эту. Эту есть. Вот эту огромную. Первое, что мы делаем, это чистим морковку для Даши. Держи. Итак, для начала, что нужно? Чистим морковку, картошку, лук. Итак, самое тяжелое сделал. Получается, почистил картошечку, морковку, лук. Итак, первое, что нам нужно делать, знаешь, это набрать сюда воды, потому что это будет основное место, где будет готовиться суп. А потом я картошку, да, мы почистим, но следующий этап, мы его ставим на этот, на огонь, и будем делать фрикадельки. Ты знаешь, что такое фрикадельки? Нет? Слушай, я тебе расскажу тайну. Фрикадельки, это маленькие шарики из фарша. Будем делать. Да, это которые я делаю. Которые я... Ты обычно фрикадельки такие шарики делаешь из пластилина, а это будут из фарша, хорошо? Так, водичку посолил. Сейчас добавляем сюда лавровый лист. Все, и пусть она тут закипает. Давай делать фрикадельки. Давай, закатывай рукава. Что мы для начала берем? Вот у нас здесь мясо. Мы, смотри, отрываем кусочки и делаем из него шарики. Это шарики делаем маленькие. Это же мы делаем детский суп, правильно? Чтобы ты могла одну фрикадельку съесть за один раз. Вот, фрикаделек получится очень много из полкилограмма. Вот видишь? Там много мяса. Вот такие шарики. У меня самые малюсенькие. Во, молодец. И вот теперь мы сейчас будем с тобой делать эти шарики. Потом, когда мы их слепим, большие шарики нам не нужны. Когда мы их слепим, мы с тобой их бросим в кастрюлю. Там уже водичка закипит к этому времени. Хорошо? Так, все очень просто. Нет, это очень большой. Его нужно делить на две части где-то. Три, один, два. Три, один, два. Так, ну процесс налажен. Даша делает. Ну, смотрите. Это обычный магазин и фарш. Есть вот в магазинах продают вкусный фарш. Есть магазины, где не очень вкусный продают. Это уже каждый там найдет свой магазин на протяжении жизни, в котором он будет покупать фарш. Вот. Потому что делать его очень... Большая фрикаделька? Не, большая фрикаделька нам не нужна, Даш. Нам нужна маленькая-маленькая, красивая-красивая. Так, ну что, мы сделали целую армию фрикаделек. Смотрите, водичка начинает закипать, Даш. Мы можем бросать, но только очень и очень аккуратно. Давай возьму тарелочку. И мы с тобой только вот так вот. Оп. До водички не дотрагиваемся. Бросай. Молодец. Так, бросаем еще. Оп. Оп. Есть. Оп. Оп. Есть. Оп. Оп. Молодец. Все. Все фрикадельки мы бросили. Они сейчас тут будут вариться потихоньку. А в это время мы нарежем картошечку и бросим сюда еще картошечку. Картошку нарезаем мелкими кубиками. Картошечка сделана. Сейчас будем ее вываливать прямо вот сюда. Есть. Следующий этап. Делаем зажарочку. Для этого мы нарежем морковочку и лук. Морковку даже можно натереть. Лук порезать мелко-мелко. Зажарим. И добавим сюда вариться. Зажарочка готова. Жарим где-то это вот примерно 5-7 минут. Сейчас это все пересыпаем в наш вот этот супчик. Так. Ну что, последний этап. Выключаем суп. Он готовится в принципе очень быстро. Картошка уже готова. Берем зелень. Сейчас засыпем туда зелень. И он 10 минут постоит. И можно уже его подавать. Дарья Алексеевна будет дегустировать. Так. Есть. 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 Накрываем. Все. Пусть стоит. Ну что, суп получился очень насыщенный. Пахнет очень вкусно. Смотрите, много фрикаделек. Там не две штучки плавает. Это такой прям насыщенный-насыщенный. Давайте будем его накладывать. Суп готов. Суп готов. Можно идти есть. И мультик смотреть. Мультик смотреть? Ну давай, попробуй, скажешь, как тебе он на вкус. Нравится, не нравится. Вот тебе ложечка. Я его уже немножко остудил. Попробуй фрикадельки. Вкусные, не вкусные, Даша? Даша? Попробуй фрикадельки. Вкусные, не вкусные? Давай. Попробуем. Даш, ну что, вкусные? Да? Все, ты стала зомби, смотришь мультики. Ну это хорошо, что ей понравилось. Сейчас Диана придет, тоже скажет свое мнение. Мне суп очень понравился. Я считаю, что я молодец, что я его приготовил. Вот, сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Народная мудрость. Фух, наработался. Надо и отдохнуть. Время продегустировать, Диане. Говори, Дин, как тебе кажется? Вкуснятина. Вкусно? Угу. Что вкуснее, борщ или суп? Суп. Суп? Вот, просто я готовил в предыдущих роликах еще борщ. Даше тоже все понравилось. Всем все понравилось. Вот, едят прям захлеб, особенно Даша. Так, ну что, я сейчас поотвечаю на вопросы. Смотрите, мне вот пишут много Алексея. Почему ты не хочешь ехать в Занзибар? Смотрите, по поводу Занзибара. От чего отталкиваюсь? Ну, мне как бы интересно, конечно, туда поехать. Но мне кажется, что-то, ну, как-то дорого туда пока что ехать. Мне, вот. Потому что, вот, самые низкие цены стартуют на двоих без питания. 1734 доллара, мне показывает. Вот, то есть, это двухзвездочный отель. Это такое, как сказать, ну, вообще, то есть, ты приезжаешь, это, ну, как, это просто вот пожить в комнатке. Вот так вот, скажем, грубо говоря. Вот так вот. Без бассейнов идут эти отели. Что-то уже получше идет. Вот, если там уже на завтраках в районе 2000 долларов идет. Вот, ну, там, может, понятно, каждый день цены колеблется. Если смотрим питание, все включено. Так, 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 так. Вот мне говорили про все включено, что поедет, там же все включено. Все включено, стартует за двоих. Это на 7 ночей. 2466 долларов. Вот. На первой линии отель находится. Короче, 2500 долларов. Плюс, туда не нужно, понятно, не тесты не нужно делать, но там еще виза 50 баксов. Вот так вот. Просто есть страны, где отменили визу, чтобы как-то привлекать туристов, чтобы они меньше тратили. Вот, в Занзибар еще 50 баксов на визу, то есть, плюс 100, то есть, вот, 2600 на двоих, вот так вот, на 7 ночей. Вот. Я показывал, что в Дубай можно улететь, например, без питания на 21 день за, сколько там, за 1000 долларов. Вот, сейчас цены эти есть. Вот такие дела. Если, ну, мы же не двоем, а троем. Сейчас вам скажу, сколько будет стоить на нас троих Занзибар. Самый дешевый вариант на троих мне показывает 2460 долларов. 2460 долларов, это с завтраками даже будет такое вот. Это вылет 19-го, потом 2600 без питания, без питания. Если смотреть, все включено. Вот. То есть, мне сказали, там как-то не особо прям так и дешево. Ну, понятно, что если где скопление туристов, там всегда цены будут завышены. То есть, смотрим, все включено, стартует на троих от, это же если мы троем еще виза, плюс 150 баксов. Все включено, 3456 долларов с питанием. Все включено на 7 ночей. Вот. То есть, вот такие суммы по поводу Занзибара. Вот такие дела. По-моему, мне кажется, что на 7 ночей это, ну, для кого там дешево, но для меня это огромная сумма. Три с половиной штуки ехать. Вот. Так что, вот такие дела с Занзибаром. Я могу сейчас вообще рассказать, вообще, куда тесты нужны, не нужны. Вот Египет с тестами нужно ехать, по прилету показывать. В Эмираты с тестами. Два раза вообще тесты надо сдавать. Шри-Ланка с тестами. Доминикана без тестов. Занзибар, я уже говорил, тоже без тестов, но там виза нужна. Мальдивы с тестами. Мексика без тестов. Турция с тестами. Болгария с тестами. Но Турция и Болгария, это есть горнолыжные курорты, там вот еще можно поехать. Вот так вот. Да? Что у тебя здесь происходит, расскажи. Так. М? Я поднимаю. Давай, снимай. Так что, вот такая история, показала, как вам готовить суп. На этой прекрасной ноте будет видео заканчиваться. Всем желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего и самое главное, путешествуйте. Меня, кстати, снимает Даша. Красиво там получается? Да? Да. Вот так некрасиво. Вот так некрасиво. А ну себя покажи. Давай всем скажем пока. Скажи пока-пока. Пока-пока. Все. Всем пока. Мира, добра и самое главное, путешествуйте. Мы обязательно куда-то скоро поедем. Найдем классную цену. Все. Всем пока-пока. Скажешь пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok